Как получить пенсию, льготы, субсидии или социальные выплаты в военное время в Украине и за рубежом? Хочу обратить внимание тех, кто пишет, что я не получил пенсию или соцвыплату или субсидию в марте, как мне ее получить, а уже за апрель начинают выплачивать. Хочу сказать, что информации достаточно много об этом, вы просто не до конца читаете то, что пишут в разных СМИ по поводу выплат пенсии и соцвыплат. Там все подробно рассказывается, вы просто не до конца читаете информацию и задаете такие вот вопросы. Или же у вас просто нет доступа к этой информации. Поэтому я разобрал эту тему и подробно вам даю эту информацию. И именно те, кто не знает, как получить пенсию, льготы, субсидии и соцвыплаты в военное время, являются, например, перемещенными лицами, или же вообще не знает, как получить этот вид выплат, прошу посмотреть и послушать внимательно то, что будет говориться в этом видео. Посмотрите видео до конца. Итак, поехали. В продолжении прошу подписаться на наш канал, нажав красную кнопку «Подписаться», затем закрашенный колокольчик. Также прошу поставить лайк под этим видео. Если у вас будут вопросы по данной теме, пишите в комментариях, постараемся как можно быстрее на них ответить. «Несмотря на войну России против Украины, наша страна выполняет все свои социальные обязательства по выплате пенсий, льгот и субсидий. Выплаты можно получать как на территории Украины, так и за рубежом. Если гражданин был вынужден покинуть Украину, так же за рубежом, если гражданин был вынужден покинуть Украину». О том, как получить гарантированные государственные выплаты, рассказала министр социальной политики Марина Лазебная. Министр уточнила, что все социальные выплаты начисляются и проводятся вовремя. Ведь во время войны те, кто получает помощь от государства, становятся, как правило, еще более уязвимыми. И с ее слов говорится, мы это понимаем, и потому в первые недели широкомасштабного вторжения России предложили. А правительство приняло ряд решений, чтобы гарантировать людям поддержку от государства в это сложное время. В первоочередном порядке всем получателям была профинансирована выплата пенсии, льгот, субсидии, социальные пособия. Несмотря на то, что в Украине действует военное положение, власть провела индексацию пенсии для более чем 10 миллионов пенсионеров. И Мария Лазебна сказала следующее. Конечно, первая проблема, которую приносит с собой война, это физическая угроза жизни людям. Нам было важно не подвергать человека лишний раз опасности в процессе подтверждения своих прав на получение социальной пособии. Поэтому срок выплат всех пособий, льгот, субсидий мы продлили на время действия военного положения. Плюс один месяц. Это происходит автоматически. Человеку не нужно никуда идти или предоставлять документы. Как доставляются пенсии и выплаты во время войны? Так как на территории Украины идет война, люди вынуждены массово менять свое место жительства. В плане выплат пенсии и социальных пособий это не влияет на тех, кто получает деньги на банковскую карту. То есть получаете на банковскую карту, вы можете выезжать хоть за границу, хоть в другую область, вы все равно получите зачтление на банковскую карту. Но те, кто получает выплаты по месту жительства через Укрпочту, смогут получить свои пособия в любом другой точке Украины через Ощадбанк или другое отделение Укрпочты. То есть, если вы получали на Укрпочте, на отделении и там у вас сейчас военные действия, то вы можете обратиться в любое отделение Ощадбанка или в любое другое отделение Укрпочты по месту, где вы сейчас находитесь. Отдельная проблема работа органов социальной защиты населения в местах, где ведутся ожесточающие бои. Там не было физической возможности для работы специалистов и из-за этого не было сделаны начисления и выплаты. Для людей из таких мест запущен специальный механизм централизованного начисления и выплаты социальных пособий на основе действующей в реестрах Центра информации. Здесь очень помогло то, что мы уже год строим единую информационную систему социальной сферы. Мы справились и уже профинансировали 100% выплат социальных пособий за март через эти механизмы, сказали в Министерстве социальной политики. Выплаты через этот механизм перечислены жителям следующих регионов. И жителям этих регионов были начислены пенсии, социальные выплаты, субсидии, льготы и все, что начисляет государство, были начислены и выплаты, и выплачены. И как я говорю раньше, просто обратитесь в Ощадбанк или в Укрпочту на месте, где вы сейчас находитесь. В поселке, в городе, где вы сейчас находитесь. Ближайшее отделение. Какой механизм перерасчета средств разработало правительство? Первый механизм – это Ощадбанк. Минсоцполитики перевело средства Ощадбанка, а Ощадбанк уже совершил перечисление денег людям. Владельцам целевых банковских карт на их банковские счета. То есть ничего не поменялось. А для тех, кто получал деньги в отделении Укрпочты, предусмотрен денежный перевод, который можно получить в любом отделении Ощадбанка. Это то, что я вам говорил. То есть человеку из указанных выше регионов, который получал выплаты на банковскую карту, никуда дополнительно обращаться не нужно. Он получит деньги на ту же карту. А если вы получали на Укрпочте или на Укрпочте, то вам нужно обратиться в Ощадбанк. Можно в Ощадбанк. Или же второй вариант Укрпочта. Человек из указанных регионов, получивший деньги от государства на Укрпочту, должен прийти с паспортом и справкой с номером, идентификационным налоговым номером в любое отделение Ощадбанка на территории Украины в течение 60 дней и получить положенную ему сумму. То есть, если вы на Укрпочте получали, и там сейчас у вас война, просто идите в ближайшее отделение Ощадбанка. Если вы не получили мартовскую пенсию, то вы можете ее получить до конца апреля. Вот написано, в течение 60 дней. Если вы не успеваете ее получить, тогда вам нужно будет уже обратиться в тот орган, который начисляет вам пенсию или социальную выплату, и сообщить, что вы не получили эти деньги. И тогда они направят ваши деньги или же на карту, или же повторно в отделение Ощадбанка. Что делать людям под обстрелами? К сожалению, есть вещи, которые административная власть изменить пока никак не может. В министерстве социальной политики говорят, мы выплатили человеку пособие на банковскую карту, но если она находится в городе, который обстреливают российские войска, в который не предоставляется гуманитарный коридор, то эти средства на карте не помогут. Если у вас деньги все-таки на карте, и карта у вас находится там, где обстрелы, то я вам рекомендую обратиться в отделение того банка, на которое вам перечисляются эти деньги. И через кассу вам выдадут эти деньги. Чтобы буквально получить деньги, человеку необходимо оказаться в месте, где есть работающий банкомат, отделение банка. Проводит безналичные расчеты или функционирует почтовое отделение. Это то, что я вам говорил. То есть просто обратитесь в то отделение, в котором вы получали, если у вас деньги на карте. Также, если вы находитесь сейчас под обстрелами, и у вас нет возможности через карту там получить эти деньги, то ваши деньги не теряются, а они находятся начисленные в пенсионном фонде или же в списках этих начислений. И вы в любом случае после войны или когда сможете выехать с территории, где проводятся военные действия, вы можете обратиться в любое отделение, в любое региональное отделение пенсионного фонда или социального фонда и получить свои деньги. Что делать тем, кто выехал за границу? Даже после временного выезда украинца за границу из-за военных действий социальные пособия и пенсии все равно начисляются и выплачиваются. Ими можно пользоваться в течение военного положения плюс один месяц после него, независимо от факта выезда за пределы Украины. Потребность в дополнительных обращениях и подтверждающих документов отсутствует. Кроме того, за границей можно свободно пользоваться банковскими картами украинских банков. Вдобавок, нашим гражданам оказывают беспроцентную поддержку страны, которые они выезжают. Это временное размещение, питание, проезд, юридическая помощь, право на работу, медицинские и образовательные услуги. По окончании данного видео прошу подписаться на наш канал, нажав красную кнопку подписаться, затем закрашенный колокольчик. Также прошу поставить лайк под этим видео. Если будут вопросы по данной теме, пишите в комментариях. Постараемся как можно быстрее на них ответить.